Всем привет! Являясь фанатом студии THQ Nordic, которая подарила нам такие игры как недооцененную по моему мнению Эликс и Киндом оф Амалур и находящуюся в непонятно подвешенном состоянии если можно так назвать ремастер готики. Хронос Before the Usher. Первоначально выпущенная в 2016 году это была эксклюзивная игра для оклус, но после успеха Remnant From the Ashes. Хронос, действие которой происходит в той же вселенной всего за месяц до события Remnant идеально подошла для преобразования VR в обычную игру. Это не обзор версии VR, поэтому скажу, что изменения не столь кардинальны, раньше вы были бы сторонним наблюдателем просто двигая головой из фиксированного положения. Хронос теперь называемый Хронос Before the Ashes, чтобы выделить отсылку к Remnant From the Ashes. Геймплей очень похож на игру Souls с добавлением головоломок. Однако из-за VR происхождения взаимосвязанный мир здесь кажется немного скованным, что более любопытно. Разработчики выстраивали дизайн миров именно вокруг отдельных великих камней, считая их эквивалентом костра. Игрок будет двигаться по сюжету, решать головоломки и открывать короткие проходы между местными кострами, локациями и куда нужно идти дальше. Возможность срезать уже пройденные локации позволяет не возвращаться в уже посещенные места, если пользователь выполнил там все нужные действия. Порой, конечно, появляется необходимость бегать по одним и тем же локациям из-за затянутости отдельных этапов прохождения. В такие моменты ощущается дисбаланс, но в целом дизайн всех миров настроен грамотно, если смотреть со стороны геймплея. Естественно, когда вы умираете, вас переносит к последнему из камней, упомянутых ранее, который вы уже посетили. Только чтобы добавить изюминку, каждый раз, когда вы умираете в игре, вы стареете на год. Когда я завершил прохождение, моему персонажу было 32, то есть я умер 14 раз. На самом же деле я дважды просто покончил с собой, когда мне было 28, чтобы дойти до 30. Причина этого проста, каждый раз, когда вы стареете, вы получаете новый перк, отражающий ваш возраст и опыт. Теоретически, когда вы становитесь достаточно взрослым, вы умираете от старости. Я не знаю, действительно ли игра делает это, ведь 80 является последним из перков, но это безусловно интригующая система. То, как эта система вошла в игру, само по себе довольно интересно. Мало того, что вы получаете перки от возраста вашего персонажа, вы также заметите, что опыт необходимый для улучшения силы и ловкости увеличивается. Но для магических навыков он уменьшается. Я полагаю, ты действительно становишься мудрее, когда становишься старше. Вы видите, что ваш персонаж физически стареет, ваши волосы начинают сидеть, на вашем лице появляются морщинки. Что касается легенды, по которой вы стареете на год после смерти, лабиринт, в который вам было поручено войти, открывается всего один раз в год. История Хронос Before the Ashes интересна, особенно для тех, кто играл и наслаждался Remnant from the Ashes. Есть несколько вынужденных монологов, запихивающих историю в горло, но по большей части они основаны на исследованиях. Вы найдете дневниковые записки, заметки и многое другое, исследуя мир. Занимаясь подобным, есть что видеть и испытать. Хотя вы можете двигаться вперед и не беспокоиться об исследованиях, вы не будете за это наказаны. Боевая система перекочевала в Хронос все из той же Dark Souls, но в сильно упрощенном виде. Игровой персонаж носит щит и одноручное оружие, молот, топор, меч, косу или булаву на цепи. Вы не поверите, но я перечислил сейчас всю доступную в проекте экипировку. Разработчики реализовали лишь несколько видов щитов и столько же холодного оружия. Первые отличаются между собой только тем, сколько урона поглощают во время блока. А со вторым дела обстоят немного интереснее. Главный герой может наносить обычный тяжелый заряженный удар, но на этом арсенал его боевых способностей заканчивается. Легкая атака складывается в серию из нескольких ударов, а их количество и анимация зависит от конкретного оружия. Разработчиков стоит похвалить, за то, что между мечом, топором и молотом ощущается большая разница. Последний рассчитан на медленные тяжеловесные удары, тогда как клинок наносит мало урона, но позволяет делать несколько резких выпадов, а затем отступить. В общем, выбор оружия это по сути выбор стиля боя. К защитным приемам хронос относится уже упомянутый блок, уклонение и перекат. Есть еще парирование, которое выполняется стандартным попаданием в тайминг, но использовать его нет смысла. Во-первых, выносливость расходуется только при беге и блокировании. В сражениях она быстро восстанавливается, а значит лишний раз рисковать нет смысла. Тем более, что даже самый первый щит позволяет нивелировать преимущественное количество входящего урона. Во-вторых, вовремя уклоняться банально проще. А если делать это вперед, то враг почему-то не попадает по главному герою. В такие моменты появляется возможность совершить несколько контрударов. Видов врагов в хронос откровенно мало. Обычно встречаются представители трех рас с разным оружием, которое определяет их поведение. Есть еще маги, способные усиливать ближайших союзников и танки с увеличенным запасом здоровья. Сражения со стандартными недругами обычно сводятся к тому, чтобы поймать моменты, совершить пару ударов, вовремя уклониться или поставить блок, а потом продолжить по новой. Насколько долгими будут стычки, зависит от выставленного уровня сложности. Я играл на среднем и старался лишний раз не подставляться под удар, но даже при таком подходе лишь некоторые драки показались мне чересчур затянутыми. Боссы, конечно же тоже есть, но сражения с ними не ощущаются каким-то сложными испытаниями. Во-первых, я перекачался при поиске решений головоломок, сражаясь с возвращающимися после смерти врагами, но у боссов действительно слишком мало видов атак, поэтому нужную стратегию боя удается нащупать уже со второй попытки. В хронос также присутствует прокачка, но долго о ней рассказывать нет смысла. Игрок повышает уровень и получает очки способности, которые распределяются между силой, ловкостью и магией, и выносливостью. Пользователю лишь нужно смотреть, что именно ему не хватает в конкретный момент, например урона или здоровья, и повышать соответствующий параметр. Однако с усилением персонажа связана еще одна небольшая особенность хронос, о которой я уже упоминал ранее. Смерть в игре не отнимает опыт, но прибавляет к возрасту ровно один год. Начиная с 20, каждые 10 лет можно выбирать одну из трех пассивных способностей. Их тоже следовало бы сделать более интересными, а не выдавать стандартные бонусы к блоку, урону или здоровью. Это кстати еще одна любопытная задумка, которой не хватает глубины. Мне сложно однозначно рекомендовать хронос before the ashes. С одной стороны, в ней увлекательно исследовать мир, если читать записки, сражаться и двигаться вперед и решать отдельные головоломки. А с другой, почти в каждом аспекте игры есть проблемы разной степени важности. Поэтому, если концепция упрощенной Dark Souls с пазлами не пугает, то можете аккуратно приобщиться к проекту. Остальные лучше взвесить все плюсы и минусы с оглядкой на жанр и принять взвешенное решение. От себя скажу, что мне игра больше понравилась, чем нет. Если данное видео оказалось вам полезным, ставим лайк и подписываемся. Но самое главное, играйте в действительно хорошие игры.